Приветствую вас на канале, я Евгений Галыгин и сегодня мы вновь поговорим об ЕГЭ по физике. И так как тема является очень обширной, то ограничимся сегодня таким вопросом, как нужен ли вообще репетитор по физике, в частности для подготовки к ЕГЭ. И чтобы опять же не расходиться слишком широко в теме, потому что можно спорить вообще про ЕГЭ, начиная от необходимости или вообще ущербности, заканчивая какими-то более частными моментами, в зависимости от выбранного предмета. Но это не отменяет того факта, что ЕГЭ, в частности по физике, является текущей реальностью и во многие, да вообще практически все технические направления вузов требуется хороший балл по физике. Ну вообще, конечно, идет учет суммы, но физику там сдавать необходимо. И давайте немножко, чуть-чуть хотя бы конкретизируем, потому что расплыться можно в этой теме очень широко и надолго. Ну так вот, начнем с такой конкретики, что под подготовкой мы понимаем хорошую подготовку. То есть не просто сдал на проходной балл и все, а на что-то более-менее прилично. И второй момент, самостоятельно подготовиться, естественно, можно. И самое главное, что найм дополнительного репетитора или каких-то курсов вовсе не отменяет самостоятельную подготовку. То есть это такие очевидные факты, но которые я считаю необходимо проговаривать, потому что был опыт общения в комментариях по другому аналогичному видео о подготовке физики к физике и математике с нуля. Дальше переходим к тому моменту, что под подготовкой вообще по физике мы подразумеваем не только сугубо сдачу ИГО, но и одновременно, ну вполне естественно, кстати, получение знаний непосредственно по предмету. Тут, конечно, мы переходим к другой части, что при очень сжатых сроках, большой-большой необходимости подготовку можно сформировать таким образом, чтобы было максимум эффективно и коротко по времени. Но это, по сути, пойдет в ущерб подготовке. То есть дело в том, что процесс образования, во всяком случае, как я его сам вижу, это непрерывный процесс не только получения знаний, но и приобретения поимых квалификаций. То есть непосредственно решить задачки, это, грубо говоря, если отойти чуть подальше, не сильно-то поможет в профессиональной жизни, чтобы кто не говорил. И, соответственно, в первом же курсе вуза, а раз создаете физику, значит вуз технический, технические направления будут, и там тут же неожиданно вдруг вскроется, что потребуется знание именно фактически по предмету, а не решение шаблона заданий ИГО. И, естественно, изучение, по сути, не то, что параллельно, я не буду разделять как физику и как ЕГЭ по физике, но требует больше времени, а зачастую, скажем так, эту ошибку допускают, в том числе, сами репетиторы, ну как ошибку. Они делают свой курс настолько, то есть для повышения эффективности, сокращение времени, а зачастую стоимости, потому что целевой показатель, по которому их работу проверят, это, конечно, фактически балл или разбаловка. И получается такое, что на часть смежных, но качественно важных тем уделяется слишком мало времени, и получается адаптивность знаний становится очень низкой. Вроде бы они те же самые используются в заданиях, но человек все равно путается, имеется в виду бывший абитуриент при поступлении, и уже не может их применить, потому что слишком, так сказать, задеревенел в этих шаблонах. И учитываем, конечно, что далее отчисления, конечно, никто не отменял, но этим сильно уж пугать не будем, а тот факт, что в том числе после завершения обучения, любое обучение должно давать какой-то результат, и, естественно, это профессиональная деятельность. То есть, хоть и тема это тоже вечная, то есть по специальности, не по специальности, но это уже давайте потом рассмотрим. Но факт в том, что фактически знания нам пригодятся в любом случае. То есть, это, конечно, учитываем, как вот какие-то конкретные показатели. Ну а дальше теперь чуть отходим от конкретики, и переходим к так называемой главе «Отказ от ответственности». Дело в том, что обобщенное видео и статья, собственно, которые вы смотрите или читаете, технически не могут дать ответ на конкретную вашу ситуацию. То есть, какая конкретно у вас. Ну и, собственно, это из разряда лечу по фотографии и так далее. Не видя и не знакомясь с ситуацией, дать конкретный совет невозможно технически. И так как конкретный совет подразумевает ответственность, то он требует детального рассмотрения. То есть, это просьба учитывать. Я на комментарии стараюсь отвечать. Можете посмотреть в том числе видео про изучение физики там с нуля. Тут тоже, естественно, обобщенное. Там ответов по комментариям много и комментариев самих. Но люди часто хотят получить какой-то точный, конкретный совет. Это невозможно, если ты не видел, чего там вообще, какие стартовые знания, какие условия, какие ресурсы. То есть, параметров настолько много, что банальные перечисления только все это водой зальет дальше. И поэтому эта вот просьба большая. Учитывайте ответственность за принятие решения на обобщенное видео и на меня, в частности, не перекладывать, даже мысленно. По причине того, что не видя, ничего конкретно не дать. Даже ответ на комментарий будет тоже обобщенный. То есть, разбор ситуации потребует время и усилий. Это надо тоже учитывать обязательно. Да, очевидно, но, как выясняется, не всегда. И также стоит заявить о некоторых конфликтах интересов. Это часто такое слово, довольно канцелярское, но сути не меняет. Так как на момент написания видео я сам, в том числе, даю консультации при подготовке, в том числе онлайн. И поэтому можно считать, то есть, в какой-то мере лицом заинтересованным. Но это не так. Я даже не буду объяснять, по какой причине. То есть, в этом видео я не буду дальше закапываться в эту часть, чтобы не приводить, скажем, к дальнейшему переходу этих конфликтов интересов. Ну, а на канале могут быть видео как раз уже с другой точки зрения, с профессиональной. Тут я... Понятно, что сохранение объективности, но на самом деле здесь субъективно буду на стороне как раз того, кому нужно сдать, то есть абитуриента, и выбрать наиболее эффективный. Правильным не буду называть, конечно, путь или как-то понять, разобраться в вопросе. И на том, собственно, эта глава завершается, и переходим непосредственно к ответу. Я считаю, что наставник при подготовке необходим. И тут важный момент, то, что я указал слово другое. Ну, то, что мне почему-то репетитор там не нравится, но это другой вопрос, это уже несколько личный, идейный, мы его затронем чуть позже. Но главный момент, что это более широкое понятие, более широкое слово. То есть наставник, это объединяет что-то даже больше, чем в привычном понимании учитель, потому что это не только технический специалист, но и тот, который заинтересован в вашем успехе. И, конечно, желательно искренне, а не просто там отрабатывать какую-то свою смену, или там с оплаченное время и так далее. Позиция или понятие переходят уже в более сложную такую морально-этическую сторону вопроса, но образование без перехода или хотя бы касание этой части, я считаю, вообще невозможно. Но главный момент в том, что наставником может выступать не только репетитор. Ну, то есть берем как-то, по сути, платный дополнительный консультант. Наставником может выступать как ваш банально школьный учитель, хотя это, к сожалению, часто забывается, и зачастую он или она рассматривается в таком более враждебном ключе. Иногда правда объективно, но иногда, тут уже от ситуации, конечно, зависит. Также это может быть ваш, допустим, преподаватель по факультативу, ваш близкий или дальний родственник. Точно так же родители могут выступать наставниками по предмету для своего подопечного, то есть для своего ребенка. Это все возможно, но при полной необходимости, на мой взгляд, почему? Потому что это банально очень сильно сокращает время подготовки и прорабатывает ее глубину. Короче говоря, все это ведет к резкому, очень значительному росту эффективности. Связано это как с банальным пониманием техники процесса, а у сдачи ЕГЭ, как, конечно, шаблонного единого варианта, таких технических моментов хватает. Не сказать, что они прямо что-то совершенно невероятное, которое позволит резко повысить результат, плюс 20 баллов к результату, но в любом случае есть. И даже вот эти технические моменты, распределение времени при подготовке, как модно можно назвать менеджмент, но суть остается банальной, это распределение блоков этапов подготовки. Тоже важные моменты, потому что подготовка, она в любом случае носит комплексный характер или комплексный. Так вот, мы переходим к тому моменту, что эффективность резко возрастает, но наставником может выступать далеко не только репетитор. У них, кстати, зачастую бывают сложности с этим, потому что идет банально товарно-денежные отношения, а в образовании товарно-денежные отношения, хоть и стали текущей реальностью, они идейно имеют в себе очень серьезный изъян. То есть, по сути, имеем отработку положенного времени, ну а дальше, конечно, не сказать, трава не расти, но может быть уже такой момент, что отработано, все, до свидания. То есть, получается, элемент с четкими границами, что при подходе к вопросу комплексно всегда будет проблемой, естественно. Потому что не то, что образование безграничное, а в том, что это процесс многогранный и многоэлементный, и синергия пересечения этих элементов, она настолько естественна, что ее, естественно, нельзя от не учитывать. И поэтому, опять переходим, хоть и очевидно, что настава не нужна, тут мы переходим к сложности конкретно каждой ситуации, где, собственно, такого найти. Потому что дело в том, что не все могут ими быть в какой-то момент времени. И, конечно, еще другой момент, далеко не все хотят им быть. То есть, зачастую даже в рамках семьи родители, даже обладая навыками по предмету, знаниями техническими и профессиональными, не хотят или не могут выступать в роли наставника, часто апеллируя к тому, что снижает уровень дисциплины. Отчасти это верно, потому что любой внешний наставник, он является дополнительным модулем внешней дисциплины. Это не отменяет, конечно, самодисциплину, но является дополнительным фактором. И не скажу ключевым, но может быть важным. То есть, все равно внешний человек, нужно что-то делать, уже, естественно, вопрос, как ты выглядишь перед другими людьми, и начинает, конечно, больше влиять, чем перед своими родителями или родными. Это, конечно, тоже необходимо учитывать. И что касается эффективности подготовки, то далеко не всегда наиболее эффективным будет при подготовке, допустим, в физике кандидат физмат-наук, а может быть вполне лучше оказаться толковый студент. Важный момент, чтобы, на мой взгляд, наставник понимал ограничения своих знаний и возможностей, и честно подразделял. То есть, я, допустим, этого сам не знаю, но, допустим, считаю так-то. Важнее и проще, когда что не знаешь, сказал, не знаешь. И хотя бы не создается каких-то ложных логических схем решений, чем что-то там придумать и просто показаться там умнее и квалифицированнее, чем ты есть на самом деле. То есть, вот это понимание своих ограничений и уровня собственной проработки, собственной квалификации. Это позволит оставить белые какие-то, пусть пробелы, но которым можно вернуться и самостоятельно доготовиться, и хотя бы понимая, что там непонятно что-то, а не сочинив что-то на ходу, и проблема, грубо говоря, будет так замаскирована бумагой по трещинам, вместо того, чтобы разобраться и проработать это. То есть, вот этот момент учитывать, и дальше уже вопрос квалификации не будет столь принципиальным. То есть, можно получить эффективность при консультанте или, в лучшем случае, наставнике, который не обладает, может быть, супер высокой квалификацией, но понимает свои ограничения, эффективность будет большая. Естественно, мы выступаем в роли при решении каких-то задач, в том числе подбора репетитора, в условиях ограничений ресурсов, возможностей. Это вполне естественно, и тут вариант самый эффективный, далеко не всегда самый лучший по какому-то из параметров. Ну, то есть, это уже, конечно, конкретно смотрим. Ну, а теперь непосредственно к репетитору, как к платному консультанту. Он, естественно, или она, может выступать в роли элемента подготовки, но только в роли элемента. Частая ошибка, когда считаешь, что нанят консультант или репетитор, и подготовка с естественным образом завершена и закрыта. Не говорю, что не будет положительного момента или эффекта в этом случае, потому что в большинстве он срабатывает на фоне очень низкой стартовой базы, а зачастую вообще нулевой. И такая ситуация бывает, когда, грубо говоря, сделать хуже сложно. То есть, любое, что будет как-то обучать, уже даст эффект. Особенно хорошо он чувствуется с нулей, когда идет. То есть, этот переход, многие его не любят при проработке, потому что он, естественно, сложный с точки зрения стороны именно обучения, обучающего. Но эффект очень большой. То есть, с нулей, когда до базовых знаний, там просто красота, и идет такой большой бонус моральный у абитурента, у ученика, что, наконец-то, понимание того, что говорят, в том числе в каких-то на общих курсах и так далее, это многое значит. Как примерно вы слышали, что все на китайском, вот узнали там слов 300, и уже так смотрите, ух ты ж, я уже что-то узнаю. Ну, то есть, все еще, конечно, понимания близко нет, но уже хотя бы происходящее предстоит пугать. То есть, это важный, конечно, момент. Но репетитор только элемент подготовки, и я его необходимым, то есть, однозначно необходимым не считаю. Наставника, да, платного консультата репетитора не обязательно. То есть, там, конечно, уже переход идет к конкретике. Просто считается, как-то становится это решение таким модным, стандартным. Переходит в раздел услуг, много рекламы появляется, что с любого уровня, там, за год, в отличники, в огромные баллы. Ну, то есть, это все уже начинает как-то напоминать такую продажу, сугубо коммерческий подход. На мой взгляд, он в образовании очень сильно вредит. Разнообразные курсы, ну, это отдельная тема тоже, обговорить, какие консультации персональные или групповые. Ну, сразу забегая наперед, комплекс. То же самое. Ну, правильный подбор, в правильном сочетании. Там нужно уже учитывать психологию человека, который идет обучаться. Люди очень по-разному воспринимают, как групповые, так и индивидуальные консультации. Но, возвращаясь к теме, чтобы вот к итогу уже видео, наверное, тоже несколько перешло. Определенные временные границы. Сколько у нас? О, 16 минут. Да, завершаем. Наставник необходим, но это не обязательно может быть репетитором. То есть, платным консультантом. Наставником могут выступать как учителя, родственники, преподаватели с факультативов и так далее. Наставник, да, очень сильно повышает эффективность, но это не обязательно репетитор. Вот такое мнение. Свои вопросы, мнения вы также можете оставлять в комментариях. Спасибо за внимание и до новых встреч на канале. Счастливо!